Мир вам, братья и сестры! По милости своей Господь продлил нашу жизнь, дал нам возможность быть в Доме Его. Давайте перед началом служения попросим благословения. Господь дорогой, благодарим Тебя, что Ты продлил нашу жизнь. Дал нам уже второй раз в этот день быть в Доме Твоем. И мы нуждаемся в Твоем благословении, в Твоем присутствии, Господи. Мы хотим, чтобы это служение было во славу имени Твоего, чтобы Ты своим Духом Святым присутствовал во всем этом служении, во всех участиях, в проповедях, Господи, мы просим Тебя, братьев, благослови, исполни их Духом Твоим и благослови, чтобы слово, которое будет читаться, будет говориться с этого места, чтобы оно находило, Господи, место в наших сердцах, и мы могли, слыша Его, повиноваться Ему, быть послушными Твоему Слову. Господи, благослови все это служение. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил все участия, благослови хор прославить имя Твое. Господи, я очень прошу Тебя, благослови нас сегодня, когда мы будем еще раз видеть совершение этой вечери. Те, кто будет участвовать, кто не мог участвовать утром, Господи, тоже благослови. Мы очень хотим, Господь, чтобы Твое имя прославилось, чтобы мы, Господи, сегодня еще и еще раз могли увидеть милость и благодать Твою. Благослови, Господи, всю нашу Церковь. Господи, благослови тех, кто находится в переживаниях, в трудностях, в скорбях. Посети Твоим Святым Духом, Господь. Мы очень просим Тебя, чтобы вся наша жизнь была в соответствии с Твоей волей и Твоим Словом. Услышь нашу молитву во имя Иисуса Христа. Просим Тебя. Аминь. 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 Нам веса свежие одежды, готовые для нас. Иисус одна надежда, Иисус один спасает нас. Люблю Господь, общенья час, Когда в душе звучит твой не звучит гвоздь. Возьмись счастья пред тобой, Своей счастью пред тобой, И сердце мое, сердце мое, И сердце мое, сердце мое, И товарищ со мной в твоей войне, Скажу тебе, жизнь моя, знаю я, Не так свято, как жизнь твоя, О, прости меня, Ты знаешь, ты знаешь, Ты знаешь, ты знаешь, Люблю тебя, Ты знаешь, ты знаешь, Ты знаешь, ты знаешь, О, прости меня, Я была песня Твоя жизнь Твоя. Мир вам, дорогие братья и сестры, в продолжении нашего дня, нашего служения перед Богом, я хотел бы поделиться, прочитать короткое место из Ветхого Завета, книги Иисуса Навина, 22 глава и последний стих, 34 стих. Книга Иисуса Навина, 22 глава, 34 стих. «И назвали сыны Рувимовы и сыны Гадовы жертвенник Ед, потому что сказали они, Он свидетель между нами, что Господь есть Бог наш». «Потому что сказали они, Он свидетель между нами, что Господь есть Бог наш». Эта книга, это записано в книге Иисуса Навина, как мы, сказал, как я, и интересно, для общего, может быть, обозрения, или для того, чтобы вспомнить немножко историю или тему этой книги, я бы, может быть, просто хотел напомнить коротко, что, как мы помним, после смерти Моисея на служение вышел Иисус Навин. И то служение, которое было поручено Иисусу Навину, это было необычное служение. Я думаю, что мы знаем, что Моисей сказал, Аарону передал этот план Божий, который должен был осуществиться с израильским народом, и, перейдя Иордан, они должны были завоевать все земли, которые находились вот на западной стороне Иордана. И это служение было поручено Иисусу Навину. Это было непростое служение. Это был очень ответственный и трудный момент в жизни Иисуса Навина, когда Он должен взять, был, ответственность и ввести народ, и воевать, и воевать, и воевать, и чтобы захватить все эти земли. И вот в конце этой книги мы находим, эта история приходит к тому, что война уже закончилась, уже завоевали те земли, те территории. И вот там находилось два с половиной колена Израилевы, которые согласились. Вы помните, что они оставили свои семьи, оставили своих жен на восточной стороне Иордана. И по слову Моисея, по слову Иисуса Навина, они дали обещание перейти на западную сторону Иордана и помочь завоевать все эти земли. И вот когда эта война закончилась, когда земли были завоеваны, то Иисус Навин их отпускает домой к себе. То есть они должны были перейти Иордан и вернуться к себе домой. И вот это примерный так обзор этой книги, этого события. И интересно, что вот эти два с половиной колена, колено Рувима, колено Гадова и колено Монасина, половина колена Монасина, им нужно было перейти. И вот когда они возвращались, они уже приблизились к Иордану, они решили построить там жертвенник. И вот этот жертвенник, они построили этот удивительный жертвенник. Мы дальше поговорим немножко вкратце. И вот когда весь Израиль узнал остальные девять с половиной колен, узнали, что эти два с половиной колена построили этот жертвенник, они возмутились. Было возмущение, было несогласие, были трудности. И тогда Израиль посылает священника, сына священника, его имя зовут Финес, он был сыном Ильязара. И вот посылает с ним еще других начальников Израиля, чтобы разобрали, в чем же дело. Почему вы решили построить жертвенник, когда у нас уже есть один жертвенник, и тот жертвенник, который при Скинии. Была действительно серьезная ситуация. И вот Израиль, они решили идти войною против этих братьев своих. Против двух с половиной колен назревала военная ситуация. И вот когда эти пришли люди, посланники, они разобрались и поняли, пришли к такому выводу, что этот жертвенник был построен не для того, чтобы приносить жертвы, но для того, чтобы этот жертвенник стал напоминанием. И когда они услышали, что причина достаточно внушительная, достаточно убежденная причина, они сказали, окей, хорошо, нам понравился ваш ответ. И собрались и ушли. И тем самым этот вопрос решился. И тогда было решение, принято назвать этот жертвенник, именно так и на него назвали, свидетель. Потому что он должен был о чем-то свидетельствовать. И вот интересно, я просто обратил внимание на два момента из этого события, о которых я хотел бы поделиться сегодня с нами. Это первое, это духовное состояние вот этой части Израиля, два с половиной колена. Очень интересно, очень важно обратить внимание на их духовное состояние. Вот в продолжении многих лет, как мы читали, там написано немножко раньше, в продолжении долгих дней проходила эта битва. В продолжении долгих дней проходила битва, проходила война. Они воевали, они завоевывали территории. И вот долгое время, мы знаем, что их семьи, их дети остались на другой стороне. И вот долгое время отсутствия, находясь вот в этой ситуации, достаточно долго. Я знаете, я так читал, размышлял, думаю, ну сколько времени они могли там находиться. И немножко раньше, вы знаете, я нашел место, где Иисус Навин даже немножко укорял их, говорил, ну хватит вам не родить уже, нужно до конца дойти, нужно до конца завоевать те земли. То есть это было достаточно долгий промежуток времени, вот когда они находились в этом военном положении. И вот когда, я думаю, что это, они уже желали, они уже хотели вернуться домой, они уже хотели построить свои домы, настроить свою жизнь, встретиться с женами, семьями, развивать жизнь. И я думаю, вот это состояние, как бы, такое было интересно в том смысле, что им хотелось вернуться быстрее домой. И они немедленно, они шли домой. И вот когда возвращались они домой, мы читаем, что они возвращались с большим имением. Вот те воины, которые там были, они были, имели характер такого завоевания. То есть они завоевывали территории, завоевывали все имущество. И мы читаем, что они возвращались, когда они возвращались с большим имуществом. У них был скот, у них было золото, у них было железо, серебро, мы читаем. У них были драгоценные одежды. Вот это богатство они все несли домой, на эту прекрасную встречу, когда они увидят своих родных, своих близких. И знаете, меня вот как-то, я как-то обратил на это внимание, знаете, что имея все, имея вот эту радость, возвращаясь домой, имея вот это все материально, они были обеспечены на тот момент. И я подумал, да, что-то им не хватало. И не я подумал, а здесь так написано, что вдруг у них созрела мысль построить жертвенник. Знаете, я как-то задавал себе вопрос, ну что повлияло на вас? У вас все есть, вы возвращаетесь с победой, с ликованием, у вас столько имущества, что еще вам не хватало? Или, ну что повлияло на вас, чтобы вы приняли такое решение? Интересно, что вот в 24 и 25 стихах, там немножко открывается причина. Я бы хотел прочитать, и 24 стих написано. Но мы сделали сие по опасению того, чтобы в последующее время не сказали ваши сыны нашим сынам, что вам до Господа, Бога Израилева. Господь поставил пределом между нами и вами сыны Рувимовы, сыны Гадовы и Ордан. Нет вам части в Господе. Таким образом, ваши сыны не допустили бы наших сынов чтить Господа. Посмотрите, оказывается, была серьезная ситуация. Они возвращались домой, все было, казалось, было спокойно, но одно их беспокоило. Их беспокоила та мысль, что, оказавшись за Иорданом, они могли оказаться в проблеме. В какой проблеме? В той проблеме, что часть Израиля бы их не допустила принять все жертвы. Часть та Израиля, будущих поколений, они бы сказали, какая вам часть в нашем Боге? И Бог поставил преграду Иордан между нами и между вами. И вот эта мысль разделения, мысль отделения, удаления от Бога начала их беспокоить. Я думаю, что это серьезная ситуация, дорогие братья и сестры, что вот это состояние, вот это здоровое состояние помышления о близости к Господу. Я думаю, что они переживали, и этот страх остаться вне общества Бога Живого, он терзал их душу, они беспокоились об этом. И не только о себе, вы знаете, там написано, что детям нашим. Во-первых, они стали беспокоиться о себе, что это может произойти с ними. И во-вторых, они стали беспокоиться, что их поколение, их дети могут остаться без Господа. Это достаточно серьезные, ну, такие аргументы, чтобы задуматься, как выйти из этого положения. И знаете, положение, они придумали вот этот выход, так сказать, или решение вопроса построить жертвенник. И вот этот жертвенник, он был необыкновенный. И мы читаем, что, во-первых, этот жертвенник был очень большой по виду. Здесь мы читаем в одном из стихов, в 10 стихе мы находим, что этот жертвенник был необычного размера. И мы знаем, что Бог определил размеры для скини, размеры для Дома Божьего, для Своего Дома. И, соответственно, жертвенник был построен по размеру. Но здесь мы видим, что этот размер был необыкновенный. Он не соответствовал тому размеру, который был поставлен в начале. И этот жертвенник, да, он был, как мы сказали, большой по виду. Вообще-то, я бы хотел сказать, что в Ветхом Завете, да, что жертвенник он был, как мы немножко представляем, может быть, приносили жертвы, сжигали жертву. И вроде как бы это и назначение было. Действительно, это было так, что жертвенник был для того, чтобы приносить жертву. Но в израильском народе это было особенное место. Это было необыкновенное место в том смысле, что в этом месте у жертвенника происходила встреча человека с Богом. Вот этот жертвенник, он являлся прощением грехов. И когда проливалась кровь на жертвенники, то Бог смотрел на человека уже как на очищенного человека. Это было особое место. И мы знаем, что в Ветхом Завете люди особенно относились к этому месту, к этому предмету. И мы знаем, когда человек был изгнан из Едемского сада, мы помним эту историю, когда Каин и Авель, они приносили жертву. Мы читаем, что это событие записано, это было очень важным событием. То есть человек искал лица Господа. И жертвенник, это было особенным местом, особенным таким предметом и значением. Интересно, здесь написано, что этот жертвенник, он был необычен тем, что он был построен не для всесожжения и не для жертв. Этот жертвенник просто стоял для того, чтобы люди смотрели на него и вспоминали о том, что Господь есть Бог их. Так мы прочитали? Хорошо, но что сегодня общего мы находим с таким действием? Или что мы находим общего с этим событием? Вы знаете, я так думаю, что человек всегда искал и ищет, как приблизиться к Богу. И жертвенник должен был напоминать или как свидетельствовать, что они часть Божьего народа. И мы прочитали, что действительно так, этот жертвенник, который они построили, это была причина. Для чего они должны были построить этот жертвенник? Чтобы он попросту напоминал не только им, но и всему поколению, которое будет после них. Я так думал, да, но как это отнести к нам в наши дни сегодня? И вот размышляя на том, что действительно человек искал лица Бога, искал общения с Господом, искал вот этой близкой связи, и находил вот эти выходы, находил вот эти решения вопросов, решения, вот как здесь мы прочитали, они строили жертвенник. Построили жертвенник для того, чтобы как-то быть близко. И я думаю, что не ошибусь, если проведу такую параллель, что много лет позже Бог позаботился сам, да, и утвердил, и постановил заповедь, которая вот свидетельствует нам до сего дня, что действительно Господь есть Бог наш. И имея вот эту заповедь, имея вот этот свидетель, видимые знаки сегодня, которые мы имеем, которые вспоминаем, они являются как бы тем жертвенником, который исполнял вот функцию для Израиля. Я так, знаете, когда читаешь, действительно, и мы сегодня уже читали это место, первое послание Коринфянам, вот мы читаем в 23-24 стихах, так написано, да, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечерей сказал, «Чаша сия есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Знаете, может быть, действительно, если посмотреть вот в значение, да, в значение или символы, вот эти свидетели или вот эти видимые знаки, которые мы имеем сегодня, они нам напоминают, они нам напоминают намного больше, чем напоминал тот жертвенник необычного размера. Я думаю, что эти видимые знаки, они сегодня свидетельствуют нам намного больше, они свидетельствуют нам сегодня, что Иисус Христос был послан на эту землю ради нашего спасения, для того, чтобы спасти, чтобы очистить нас, чтобы взять наши грехи на себя, чтобы простить нам все беззакония. Вы знаете, я думаю, что Бог знал, что мы будем нуждаться в этом. Нуждаемся ли мы сегодня в этом? Дорогие братья и сестры, знаете, я так анализируя свою жизнь, действительно, я думаю, что я бы находился сегодня в плачевном состоянии, в бессильном состоянии, если бы не имели сегодня эту заповедь, вечерю Господню. Вот этот видимый знак, вот этот свидетель сегодня, который говорит нам сегодня, напоминает нам, который нас возвращает к Господу, который нам дает силы, вдохновляет нас. Я думаю, что было бы неправильно, если бы мы сегодня игнорировали этим. И, к сожалению, что есть люди, которые игнорируют, которые находят разные причины, чтобы не иметь, чтобы как бы не обращать внимания, или игнорировать вот этой заповедью, не участвуют в вечере. Могут не участвовать месяц, могут не участвовать два, три и так далее, или могут вообще не участвовать. Находят какие-то оправдания, причины, зацепки, чтобы не участвовать, чтобы не смотреть, чтобы не видеть этот жертвенник, который напоминает нам сегодня, что Господь есть Бог наш. Нам нужны эти знаки сегодня. Я думаю, они были нужны и израильскому народу. И эти два с половиной колена, Монасия, Рувима, колена Монасия, половина колена Монасия и колена Гадова, они нуждались в этом. Они видели, что без Бога, перейдя Иордан, они могут остаться в плачевном состоянии. У них все было. У них было материально, у них было золото, серебро, металл, все драгоценные, у них все было. У них материально, они ни в чем не нуждались. Они несли большое богатство домой. Но им не хватало чего-то. Я думаю, что сегодня, если мы уберем эту заповедь из нашей жизни, нам будет не хватать чего-то. А нам не будет не хватать именно силы Божьей. Нам будет не хватать этого посещения Бога через эти видимые знаки. Итак, я заканчиваю уже свою мысль. Я хотел бы просто подвести итог или напомнить, что духовное состояние, вот то духовное состояние, которое имели вот эти два с половиной колена. Знаете, это хороший пример, если мы бы подражали этому. Лично для меня, я нашел подражание в этом, я хотел бы подражать этому. И имея все, в нашей жизни очень трудно найти себя в том состоянии, когда мы нуждаемся в Господе, когда нас влечет духовная жизнь. И я бы хотел просто, чтобы оставить пожелание сегодня, чтобы мы проверяли свою жизнь, чтобы мы действительно находили себя в нужде, имея абсолютно все для нашей физической жизни, мы бы находили силу, мы бы находили себя в том состоянии, что нам не хватает этого духовного общения. И второе, мы нуждаемся в этом свидетели, мы нуждаемся в этих знаках, мы нуждаемся в этом посещении, через которое нам Господь говорит, что Господь есть наш Бог. Он дает нам силы, Он дает нам силы выправляться. И мы все, мы все нуждаемся в этом. Да поможет нам сегодня Господь, и кто-то уже участвовал, кто будет еще участвовать, чтобы мы помнили об этом, что это не просто, это заповедь, которую дал нам Сам Господь. Мы так и читаем. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Это было передано Самим Господом. Он знал, что нам это нужно. Да поможет нам сегодня Господь благословить нас в этом. Аминь. Аминь. Дорогой Господь наш, Бог наш, мы благодарим Тебя за этот прекрасный день, что этот день есть в нашей жизни, Господь. И мы благодарим Тебя особенно за эти знаки. Мы благодарим Тебя за Твоё ломимое тело и за Твою пролитую кровь сегодня, особенно, Господь, потому что она, эти знаки, эта заповедь, она приближает нас к Тебе. Мы находим силы, Господь, в этом. Мы черпаем вдохновение и благословение, чтобы идти дальше, чтобы быть ближе к Тебе. Мы просим Тебя, благослови нас, Господь, чтобы мы нуждались в этом каждый день, чтобы мы искали лица Твоего, Господь. Помоги нам. Имея все благословения и материальные в этой стране, мы бы нуждались духовно, Господь, чтобы мы искали лица Твоего, чтобы мы искали общение с Тобою, Господь, чтобы нас влекло Слово Твое. Мы просим Тебя, благослови. Благослови нашу церковь, чтобы мы возрастали духовно, чтобы мы укреплялись духовно, чтобы у нас были силы, Господь, побеждать всякие козни дьявола. Мы просим Тебя, благослови это служение. Благослови каждое сердце, которое здесь сегодня. И укрепи, и благослови нас, Господь наш, отец, сын и Дух Святой. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Этот великий подвиг спасения для тебя и для меня. Знаете, в нашей жизни есть разные переживания. Я думаю, что у вас тоже в жизни они бывали. Лет 30 назад я там на своей исторической родине, Эстонии, с женой пережил большую трагедию. Трагически погиб один наш родственник. И мы, дорогие, как и все вы, тоже как-то по-особенному скорбели, переживали. И трудно это было пронести это, забыть. Но прошло время, и как-то эта боль ушла постепенно. И это не от нас, дорогие друзья, это Господь нас помиловал. Если бы мы жили этими всеми переживаниями каждый день, нам невозможно было бы жить. Это было бы ужасно. Но Бог нас пощадил. Бог дал нам вот эту, как бы сказать, такую, как бы забывчивость, отдушину такую. Но есть ценности, дорогие друзья, которые Бог не хочет, чтобы мы забывали его. Это смерть и страдания Господа нашего Иисуса Христа. Господь хочет, чтобы как-то мы к этой заповеди по-особенному отнеслись, дорогие друзья. И отнеслись к каждой ответственность за свою собственную жизнь. Мы должны, дорогие друзья, на основании Слова Божия помнить и никогда не забывать, что ни чужая вера, ни чужое хождение перед Богом введет меня в Царство Божие, а именно моя собственная вера, мое отношение личное к Богу, мое отношение друг к другу, к брату и сестре – это означает, дорогие друзья, вход в Царствие Божие. Вера, друзья мои, – это не род занятий, это не увлечение, это посвящение себя Богу. И Бог желает, чтобы мы не как-то какими-то отрывками, минутами, часами отдавали себя Господу, а на все времена, на всю жизнь. В отношениях хлебопреломления, дорогие друзья, иногда встречаются такие разночтения. И некоторые задают такой вопрос. Скажите, а вы уверены, что вот вы именно в это воскресенье совершаете трапезу, а так ли это было раньше, во времена Христа, во времена апостолов? Друзья мои, хочется этим людям ответить так. Ко мне подходили тоже молодые люди и спрашивали, когда я еще там был на родине. Мы сегодня отмечаем не календарь, ни день, ни дату, ни месяц, ни число. Мы отмечаем события, которые произошло в жизни человечества. Что Христос Иисус, Сын Божий, Сын Человеческий, Он же и Сын Человеческий, Он страдал за мои грехи. Вот это важно и главное, дорогие друзья. И мы благодарны Господу, что мы, живя в такой стране свободной, будем, дорогие, отчетливы, будем благодарны, что мы можем так беспрепятственно совершать вот это служение, эту трапезу. Эта трапеза, дорогие друзья, установлена самим Богом, как братья уже говорили. Вообще-то, по большому счету, человек сам должен эту заповедь установить в честь благодарности Сына Божия, Сына Человеческого. Но человеку не нашлось этой святости, этого желания. И Сын Божий сам сказал, говорит, что установил эту заповедь для человека. И нам не надо теперь ничего придумывать, ничего гадать, а нам надо только исполнять. Апостол Павел говорит, я от самого Господа принял то, что и вам передал. Знаете, Библия вся на Бога вдохновенная. Но когда мы читаем пророков, апостолов и учеников – это одно. Это тоже хорошо, но тоже затрагивает душу. Но когда мы читаем изречённые слова самим Господом Иисусом Христом, это нас радует и утешает. По-особенному как-то. Вот Дух Святой так говорит к сердцу необыкновенно, дорогие друзья. Я думаю, что вы вместе со мной тоже испытывали это явление. Я хочу, дорогие друзья, сегодня при нашем рассуждении в это чудное время прочесть один случай, где Иисус Христос встретился с книжниками и фарисеями. Это будет записано в Евангелии от Луки из 15-й главы. Прочтём первых шесть стихов во имя Господа нашего Иисуса Христа. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и я с ними. Но он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдёт за пропавшую, пока не найдёт её? И нашедший возьмёт её на плеча свои с радостью. И пришедший домой созовёт друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашёл мою пропавшую овцу». Друзья мои, это 15-я глава. Я думаю, что вы тоже её часто читаете и читали раньше. Это называется «Жемчужина Евангелия». Дальше идёт притча о блудном сыне. И здесь, дорогие друзья, мы знаем, что Христос себя здесь поставил и разъяснил как пастыря овец. Мы видим, дорогие друзья, что Иисус, живя на земле, это был идеальный проповедник. Это мы, дорогие друзья, в своей жизни можем что-то сказать, какую-то неправду, неточность. А он истинный был Бог во плоти, он был идеальный проповедник. И мы видим, дорогие друзья, что он здесь в 6-м, 5-м сихе пишет об овце и говорит, «Нашедшее возьмёт её на плечи заблудчий овца». И вот этот пастырь, 99, оставляет праведных, идёт, ищет эту заблудчую овцу. И что написано, говорит? «Нашедшее возьмёт на плечи её». Почему, дорогие друзья, одна из заблудчих овец – это, дорогие, мы были с вами? Это я был грешный человек, не зная Господа и не зная истины Божией. И вот он эту заблудчую овцу, Слово Божие здесь говорит, как сам Иисус, берёт на плечи ей я. В каком случае, дорогие друзья, берут на плечи человека или там животную, когда она уже изнемогает, когда она уже не может идти? Вот так, дорогие друзья, и люди, которые испорченные грехом, которые утомлённые грехом, которые потеряли всяческую силу и надежду, Господь ищет этого грешного человека. И не только ищут, Он находит его и берёт, написано, на плечи свои. И нужно заметить, дорогие друзья, что в жизни никогда так не бывает, чтобы Бог без усердия человека, без желания человека брал насильно на плечи свои. Он берёт только добровольно, и Он говорит, придите ко мне, все труждающие, бремённые, и я успокою вас. На плечи и я. Тот, кто, дорогие друзья, знает немножко сельскую жизнь, тому это понятно, что такое взять овцу на плечи её. Сам Бог берёт вот это животное или вот это грешника, как мы с вами, как прообраз, который не знали истины, которые жили в неправде, а Он берёт на плечи свои и несёт, окружает своей любовью и своей заботой. Мы знаем, что у овцы вот эта нижняя часть туловища, она всегда сопряжена с разной нечистотой. Там и части навозы, там части грязи, там части репейника и травы. И вот несмотря на это, дорогие друзья, представьте себе так, как на этой притче, как Христос бери эту овцу. Овцу и как раз вот это грязное туловище, всё, которое испачкано навозом, грязью, вот репейником, как раз у него получается здесь на плечах. Друзья мои, кто бы мог это сделать в нашей жизни? Кто бы мог это совершить, дорогие друзья, кроме Господа нашего Иисуса Христа? Мы знаем, дорогие друзья, что по своей природе овца является таким особенным животным. Кошка домой придёт, собака домой придёт, корова домой придёт, а овцу всегда надо отлавливать, её надо загонять. И пророк Исаия пишет, что все мы блуждали, как овцы, совродили каждый на свою дорогу, как овцы. Благодарение Господу, что Господь нас взял на плечи свои. Он привёл в церковь свою, дорогие друзья, указал нам путь жизни, указал нам свет. Дорогие друзья, это великое счастье в нашей жизни. Итак, дорогие друзья, что же случилось там, на древней стороне, в северной части Древнего Иерусалима? Наш Господь Иисус Христос, который пастырем нашей души, Он и Спасителем всего мира. Там произошло примирение человека с Богом. Там, на этом холме, среди двух злодеев, распят наш Господь Иисус Христос. Посреди двух злодеев. На какое же время, дорогие друзья, прошло это примирение и прощение в грехе? На какое время Бог в Иисусе Христе, Сыне Своём, победил грех и смерть? И Слово Божие нам отвечает на веки вечные, навсегда. Навсегда произошла победа. И когда мы знаем, что кончились эти мучительные голговские страдания, произошло замечательные слова, которые произнёс наш Господь Иисус Христос. Он сказал, совершилось спасение рода человеческого, совершилось спасение для тебя и для меня. Все мы блуждали, как овцы. Знаете, приходилось как-то читать, друг Билигрейма является фермером по выращиванию своих овец. И он утверждает, что проводили разные опыты и прочие, и убедились, что вообще это животное, овца, она когда бежит, то на 20 метров больше ничего не видит. Она дальше бежит по инерции, как бы сказать. Вот так, дорогие друзья, и мы с вами жили, когда без Бога. И апостол Павел напоминает, кто мы были. Вы, говорит, были безбожниками в мире. Вы язычники были. Не имея надежды на обетование, но Бог через голговские страдания, не имея обетований, открыл нам эту завесу. Написано, что когда он произнёс эти слова, что совершилось, завеса в храме разодралась. Что такое, дорогие друзья, завеса? Это то отделяло завеса храм от святилища. И в это святилище заходили только определённые люди. Не могли люди все туда зайти. И то в определённое количество раз в год, в определённом времени. А сейчас, дорогие друзья, открылась благодать Божия. Эта завеса разодралась. Разодралась. Открылся путь к благодати Божией. Другими словами, что такое завеса? Как она разодралась? Что это, другими словами, как сказать? Это разодранное тело Господа нашего Иисуса Христа. И вот когда мы через это разодранное тело Господа Иисуса Христа проходим через эту завесу, мы попадаем уже в освятилище. В освятилище, где мы освящаемся, где мы, дорогие друзья, приобретаем любовь Божию, где мы приобщаемся к любви Божией. Если, дорогие друзья, мы сегодня были в собрании святых, а если не прошли через эту завесу, мы не встретились с Господом Иисусом Христа. Мы обязательно, дорогие друзья, верою, надеждою должны пройти через эту завесу. Бог открыл эту завесу нам. Он устранил это препятствие. Для всякого человека оставлено обетование, и мы верою, дорогие, живой верою, можем пройти. Апостол Павел нам пишет, сейчас мы точнее прочитаем, где это послание к евреям, из 4 главы он пишет нам такие утешительные слова. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, он прошёл небеса и земли, Иисуса, Сына Божия, будем твёрдо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам, в немощах наших, но который, подобно нам, искушён во всём, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Приступаем с дерзновением. А что вообще-то такое дерзновение, братья и сёстры? Дерзновение – это разрешение. Бог в Сыне Своём разрешил язычнику мне и тебе проходить вот эту разодранную одежду, дорогие, пройти в святилище через жертву Господа Иисуса Христа. И так имеем. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получил милость и врести благодать для благовременной помощи. Друзья мои, мы сегодня с вами намного счастливее древних израильтян. Если раньше древние израильтяне не жили надеждою, верой, и ожидали обещанного обетования, что придёт Спаситель в мир, то мы стали обладателями этой Божьей любви и дара. Бог, дорогие друзья, устранил эту завесу, дорогие друзья, установил, устранил и открыл нам эту чудную, святую благодать Божию. Что такое благодать? Вот мы иногда говорим благодать, благодать, считаем, а правильно мы понимаем и размышляем. Если бы, дорогие друзья, скажу так, краткий пример, как я понимаю, через Моисея Господь дал 10 заповедей. Если бы к этой заповеди он ещё написал 11 заповедь благодать, мы поняли бы, что это такое благодать? Думаю, для нас это только звучала бы такая фраза, слова благодать. А что он из себя представляет? Не совсем понимали бы. Но тогда, когда, дорогие друзья, мы веру и идём туда, на Голгофский холм, к подножию Голгофского креста и видим верую распятого Сына Божия за мои грехи и за наши, тогда мы осознаём и видим. Говорит, вот это благодать! Вот это благодать! Бог святой, непорочный, вездесущий, безгрешный, бессмертный протянул руку грешному человеку. И не только протянул, дорогие друзья, отдал жизнь свою за нас. Дорогие друзья, будем никогда не забывать, стараться. Апостол Павел в своей жизни говорил, что напоминаю вам, братья Евангелия, которые вы приняли, которым и спасаетесь. Оказывается, есть опасность, дорогие друзья, забывать. Забывать. Апостол Павел говорит, напоминаю. Знаете, мы знаем, что в истории, в жизни людей, разных народностей, было очень много разных различных и хороших напоминаний, хороших обрядов, хороших установлений, но прошли времена, это всё забылось, и только люди, кропотливые исследователи ищут литературу и говорят, вот так там жили, так поступали, такие были обычаи, то другое, но мы знаем, что вот это установление Божие, заповедь Господа, она жива и жива до ныне. Почему? Потому она установлена не человека, она установлена самим живым Богом. И враг душ человеческих на эту заповедь, дорогие друзья, много образовал войн разных. Разных, дорогие друзья, неустройств. Но люди, верные Господу, они совершали эту трапезу и в катакомбах, и в пещерах, и в горах, и в тюрьмах, и в лагерях, и в лесах. Почему? Потому что сам Господь заповедовал это. Она будет, дорогие друзья, как Христос сказал, доколе я приду. Она будет исполняться до того времени, пока придёт наш Господь Иисус Христос. Псалом 49, дорогие друзья, мы читаем такие утешительные слова, когда ещё Иисус Христос на земле не родился, а пророческим смыслом здесь сказано так, сделаю имя Твоё памятным в род и род, поэтому народу будут славить Тебя вовеки и вовеки. Он для нас, дорогие друзья, Иисус Христос стал живым памятником. Он говорит, сделаю имя Твоё памятным во всех народах, на всех континентах, во всех пременах исповедует одну личность Господа Иисуса Христос как Спасителя нашей бессмертной души и Всерода Человеческого и будет Твоё имя памятным. Друзья мои, хотелось бы пожелать своему сердцу и вашему ещё, где, когда мы читаем 2-й Псалом, 12-й стих здесь, есть такие предупредительные и пожелательные слова. Почтите Сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Почтите Сына, чтобы он не прогневался. Он действительно достоин, дорогие друзья, чести, чести, дорогие друзья, и хвалы. И мы своими жалкими устами, дорогие друзья, своей жизнью, дорогие друзья, должны возблагодарить его, как он достоин славы. Друзья мои, мы знаем, дорогие друзья, что мы здесь не вечны на земле, наша жизнь здесь ограничена, но тем не менее, может, некоторые уже люди старого поколения, идя за Господом, как-то поустали, и может, как-то немножко потеряли живую веру. Хочется на основании Слова Божия, дорогие друзья, ободрить себя и вас. Друзья мои, не унывайте. История говорит о том, что когда во время Второй мировой войны Англия подвергалась бомбардировкам, была в голоде, в холоде, то этот знаменитый их премьер Черчилль сказал, не падайте духом. И мы, дорогие друзья, хотя мы живем в другой стране, среди чего народа, но и мы имеем крепкого спасителя, который верен своим обетованиям. Он сказал, что верующий меня не постыдится. Друзья мои, есть в жизни христианства свои назначения. Некоторые имеют таланты петь, другие могут слово говорить, одни подвязаются за молитвенную поддержку, молитвы организовывают, молятся за других, за церковь, но есть нечто другое, дорогие, может, ты не способен к слову, к пению, но у тебя есть возможность сохранить верность Господу. Это, дорогие друзья, не зависит от возраста. Или ты совсем юный, или ты средних лет, или ты уже в возрасте. Верность, дорогие друзья, можно сохранить в любое время. Христос сказал, что будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. Пусть, Господь, дорогие друзья, нас благословит, чтобы мы остались верны Ему в уповании, в надежде, в хождении, чтобы мы посвятили свою жизнь Ему, чтобы мы освящались. Что такое, дорогие друзья, постоянно освящаться в Господе нашем Иисусе Христе? Это жить под воздействием Святого Духа. А Дух Святой, дорогие друзья, тогда будет действовать в нашем сердце, когда сердце наше будет чистое, когда поступки наши будут соответственно Слово Божие. Сегодня многие задают такой вопрос, скажите, а вообще-то кто такой христианин? И Слово Божие нам отвечает, кто такой христианин? Может, современным термином, но отвечает этот человек высокой нравственности, где все честно, где все порядочно, где нет лицеприятия, где нет лицемерия, где есть доверие Господу, где сохраняется верность Господу, живое упование и живое вера. Пусть Господь нам поможет крепко держаться рукою веру Его. Он дал нам на это право, Он оставил для нас это Слово. Дорогие друзья, надо вспомнить и сказать вот что, что в мире нет изобретений таких, человек не выдумал и мудрости человеческой нет такой, чтобы ободрить человека так, как ободряет Слово Божие. Только Слово Божие надает надежду упование, веру, ободряет нас и приближает нас к вечности. Пусть Господь нам лучше расскажет и положит на сердце, чтобы были верные последователи Ему, а нашему Господу за Его голгофские страдания, за Его смерть, за воскресение, за прощение грехов и за дар вечной жизни будет слава в здешней нашей жизни и будущей вечности. Аминь. Помолимся, братья и сестры. Дорогой наш Отец Небесный, Отец Господа нашего Иисуса Христа, мы благодарны Тебе, что Ты отдал самое дорогое, что у Тебе было. Ты отдал Своего единственного родного Сына в руки грешников. И мы благодарны, дорогой Иисус, что Ты не погнушался нами грешниками, а пришел в этот мир и стал как человек. Ты нас, заблудший ховец, взял на плечи свои, несмотря на то, что мы были столкнуты грехом, и неприятный этот запах, что мы были все в грехах и пороках, а Та нас возлюбил до смерти и смерти крестной. Дорогой Иисус, помоги нам крепко держаться рукою верой Тебя, какие жалкие и несчастные были без Тебя, дорогой Иисус. Мы благодарим Господь Тебя, что не мы Тебе искали в этом мире, а Ты нас нашел через разные обстоятельства жизни. Мы благодарим Господь Свое вечное неизменное Слово, которое было свидетелем нашей бессмертной души. Она впервые нашей душе проговорила, что мы являемся погибшими грешниками. Сердечно, Господь, благодарим, что Ты ради грешников пришел в мир и что Ты прощенных грешников приглашаешь в свое царство, ибо Ты царь царей и Господь господствующих. Мы, Господь, благодарим Тебя за надежду, за упование, за это, Господь, разрешение, что мы можем через жертву Твою входить в это святилище, дорогой Господь, и освящаться, дорогой Господь. Мы благодарим Тебя, что посредством Твоей голговской жертвы эта завеса разодралась и теперь имеет право всякий язычник, всякий человек иметь благодать Твою во Христе Иисусе. Сердечно, Господь, Тебя благодарим и просим, чтобы Дух Твой животворящий руководил всем нашим сознанием и всем нашим существом. Просим благословения, Господи, на эту неделю в особенности тот, кто пойдет трудиться на работу наших детей, благослови, которых дарвал, которые пойдут в школе, в учебе, в колледжи, в университеты. Господи, храни их от зла и греха, которого так много в этом злом, сраптивом мире. Береги, Господи, помоги, чтобы запретить дьяволу прикасаться к нашим детям и внукам, дорогой Господь. Благослови нашу церковь, всех служителей Твоих благослови, благослови наших пресвитеров, диканов, проповедников, Господи. Мы слагаем, Господи, все у ног Твоих чудных и святых. Благодарим, Господь, за это чудное благоприятное время, за эту свободу, где мы так можем быть вязанно в этой чужой среде, среди ученого рода, проповедовать Слово Божие и служить Тебе. Господи, просим Тебя, когда мы разойдемся, Ты благослови нас в пути, в дороге, храни нас от аварии и помоги, дорогой Господь, что когда мы разойдемся, чтобы мы исполнили заповедь Твою, чтобы мы молились друг за друга, молились за дело Твое, поклоняемся Тебе и сердечно Тебя благодарим, что Ты удостоил нас чести еще раз в этом дне быть на этом служении среди народа Твоего. Мы благослови, Господь, Тебя, что Ты удостоил еще раз нам участвовать в этой трапозе, в этой празднике и таким образом поиметь близость с Тобою, пережить близость с Тобою сердечно. Тебя за это благодарим и поклоняемся Отцу Небесному, Господу нашему Иисусу Христу и Духу Святому. Аминь. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Бог сказал, что все согрешили. И я, и я, и ты, и весь мир. А дальше говорит, и возмездие за грех – смерть. И Господь свое правосудие. Субтитры подогнали Симон. за грех, и announcements. О чем еще говорит эта кровь Иисуса Христа? Она также говорит о будущем гневе. И этот гнев будет на всех тех, кто не поверил, кто не стал под защиту его крови. Помните? Увижу кровь, пройду мимо. Увижу кровь, пройду мимо. Я сегодня хочу обратиться. Может быть, сегодня в нашем собрании есть те, которые еще не под защитой. Если это так, вы в опасности. Мы сегодня домой можем не доехать. Кровь Иисуса Христа также говорит о силе и богатстве. Предложите самому бедному, но прощенному, спасенному грешнику, предложите ему весь мир и все, что в нем. И он, не задумываясь, скажет, этот мир и что в том нем? Оставьте себе, потому что это исчезнет со смертью, а я имею в лужшее. Можно по-разному смотреть в лужу. Одни видят в ней только грязь, а другие видят в ней отражение неба. Весь этот мир – это огромная лужа. И мы в ней, в этой лужи. Но люди, которые живут с нами, должны в нас видеть отражение неба. В этом мире много крови. Крови зависти, мести, смерти, которые приносят и разлуку, и смерть. Есть другая кровь. Кровь любви. Кровь спасения, который дает жизнь и который дает силу. Друг дорогой, я хочу, чтобы сегодня твое сердце, особенно те, кто будет участвовать, было наполнено благодарностью за эту кровь. За силу, за спасение, за искупление, за то, что за Тебя была пролита эта кровь. Вместо Тебя. Почему мы периодически совершаем эту заповедь? Потому что Бог видел, Бог знал, что однажды, когда мы прошли ко Христу и тоже участвовали в преломлении, Он знал, что мы можем привыкнуть, что мы можем ослабеть душами нашими. Вот поэтому мы периодически приходим, совершаем заповедь, чтобы не ослабеть душами нашими. Боже, Господь, благослови Тебя. Чтобы действительно вот этот праздник был самым великим праздником в твоей жизни. Чтобы ты его никогда не пропускал. Ревновал. И благоволил в этом празднике. Аминь. Помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, от всего сердца мы благодарим Тебя за кровь Твою, за спасение, за умилостивление. И сейчас, Господь, Ты видишь, что пришли те, которые, Господь, благовеют. Сегодня такой хороший день, и можно было бы остаться и в парке, и дома, и на океан поехать. А я благодарю Тебя за этих друзей, которые пришли участвовать. И Ты сейчас благослови это время. Благослови наше участие, чтобы оно нам было во спасение, а не в осуждение. Во имя Твое мы об этом просим Тебя. Аминь. 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 ПЕСНЯ Друзья, чтобы вы не смущались, над хлебом и вином молились уже, поэтому продолжайте участвовать. ПЕСНЯ 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 Друзья, дорогие, у нас сейчас возможность есть помолиться. Если ваше сердце наполнило благодарностью, скажите это в молитве. Аминь. Отец наш небесный, во имя Иисуса Христа, мы сердечно благодарим и поклоняемся Тебе за все, что Ты делаешь в нашей жизни, за то, что Ты избрал нас, а не мы Тебя избрали. Слава Тебе за Твое учреждение, за заповедь, вот это хлебопреломление, которое мы размышляем, что тело Твое было ломимо за нас, за наши грехи, для нашего спасения, и кровь Твоя была проливаема. Слава Тебе, что это имеет силу духовную, вот это все, что мы делаем. Помоги нам это делать, и чтобы наша жизнь была такой святой, как Твоя жизнь, как мы слышали пение, наше желание. Также мы присоединяемся к этому желанию. Помоги не грешить нам в жизни, помоги прославлять Тебя святой и чистой жизнью, непослушной Твоим заповедям и Твоей воле. Благослови нас, и пребудь с нами. Пускай это послужит нам, чтобы в нас больше было сил для духовных побед в нашей жизни. Прославший среди нас Бог наш и Спаситель Иисус дорогой, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Господь. Гопот. Песня. Гопот. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аминь! Слава Господу, братья и сестры, за еще одно служение, которое мы могли иметь в этот вечер. Наше служение подходит к концу. Несколько объявлений. Я не буду все объявления повторять. Просто скажу на эту неделю предстоящую. Служение, как обычно, в среду будет совет, в субботу, пожалуйста, братья, члены церкви, у нас будет расширенная братская в 9 утра. Здесь в церкви в 9 утра, пожалуйста, в субботу не забудьте. В воскресенье утром на служение у нас будет молитва о благословении на предстоящий учебный год. Пожалуйста, студенты, дети, все учащиеся. Утром в воскресенье будет молитва. Вечером будет членское, наше членское собрание. Вот такие объявления. Думаю, что остальные по всем школам. Уже потом в следующий понедельник, после того воскресенья, будет начало уже русской школы. И, по-моему, 23-го будет начало воскресной и подросткового служения. Поэтому, пожалуйста, вот такие объявления. Наше служение подошло к концу. Есть одна благодарность и две записки о нуждах. Благодарю церковь за молитвы о моем благополучном отъезде и возвращении из России. Примите привет от церкви Нижний Новгород и Брянска и от мужа, сестра Вера. Принимаем, рады, слава Господу. И есть две нужды. Дорогая церковь, прошу помолиться за меня. Я очень болею. Господь знает мою болезнь, но я надеюсь на его милость. Верю в исцелительную силу Господа, сестра в Господе. Будем молиться об этой нужде, дорогая сестра. И еще одна записка. Дорогая церковь, прошу молиться за мою сваху Тамару. Она находится сейчас в критическом состоянии. У нее отказывает печень. Врачи дают ей еще 12 часов. Но Господь ни пути не наши. Доявит Господь свою силу и милость над ней. Заранее благодарю. Вот такие нужды. Конечно, братья и сестры, наша жизнь действительно может очень быстро заканчиваться. И она в руках Божьих. Помолимся об этих нуждах. И да будет милость действительно Господня над этой сестрой Тамарой. Давайте закончим наше служение. Помолимся. Господь, дорогой, мы очень благодарны Тебе, что Ты любишь нас. Мы дети Твои, Господь. И Ты так в Своем плане чудесно усмотрел и устроил, что через жертву Твоего единственного Сына Ты сделал нас очень близкими к Тебе. Мы знаем Тебя, Господь. И благодарим Тебя, что здесь уже на этой земле мы можем испытывать и получать радость благословения от этого спасения Тобою совершенного. Господи, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, что можем всегда обращаться к Тебе за все благословения нашей жизни. Благодарим. Благодарим Тебя за этот день, Господи, за то, что Ты хранил нас в этом дне, за то, что Ты дал возможность быть в церкви, слышать много наставлений Твоих, Господь, благодарим, что мы могли поклониться Тебе за возможность участвовать в воспоминании Твоих страданий. Благодарим, Господи. Благослови, чтобы наша жизнь была угодна пред лицом Твоим, чтобы мы ходили в благоговении и страхе пред Тобою. Служай Тебе, соблюдая заповеди Твои, Господь, благослови, чтобы мы были послушны Тебе, Господи, во всем. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты слышишь молитвы. Благодарю Тебя за благословение вот сестры Веры в пути, и, Господи, Ты вернул ее благополучие и слава Тебе. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил и услышал эти нужды, которые пред лицом Твоим. Мы очень просим Тебя, Господь, за сестру, которая написала эту записку, которая находится в болезни. Господи, пошли исцеление, укрепи ее, услышь эту молитву, да будет милость Твоя над нею. Но, Господи, мы просим за вот ее сваху, Тамару, Господи, Ты знаешь, в каком состоянии она находится. И по-человечески, может быть, действительно нет никаких вариантов, Господи, чтобы остаться жить, но все в руке Твоей. Жизнь, исцеление Ты силен совершить. Господи, мы приходим к Тебе и просим милости, если угодно воле Твоей, продли ее жизнь, благослови, чтобы она могла служить Тебе еще и прославлять имя Твое. Мы просим Тебя, услыши эту молитву, да будет милость Твоя и воля Твоя над нею. Еще раз благодарим Тебя за этот вечер, за служение, которое мы имели. Благослови, Господь, нас в путях наших, когда мы пойдем к домам. Храни нас в пути, пошли милость и охрану Твою. Благослови на предстоящую неделю, Господи, будь с нами и благослови нас и наши семьи. Помоги, Господь, чтобы мы ходили свято перед Тобою до дня Твоего пришествия, потому что время последнее. Благослови, чтобы мы были готовы всегда, Господь, встретить Тебя. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребудут со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры!